Вас снова приветствует канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики об экзопланетах, мы решили рассказать вам о недавнем интересном открытии, которое уже подтвердили и присвоили ему классификационное обозначение GJ367B или же Gliese 367B. Речь в этом видео пойдет об этой экзопланете и ее родительской звезде. Чем же интересна эта экзопланета, спросите вы, ведь подобные открытия в последнее время далеко не редкость. Интересность ее в том, что она является самой маломассивной из открытых на данный момент своих собратьев, а также имеет один из наименьших орбитальных периодов. Однако обо всем об этом давайте по порядку. Родительская звезда этой планеты изначально была каталогизирована в 1957 году в первом издании каталога ближайших к Земле известных звезд, расположенных от нашей планеты в пределах 20 парсек или же 65 световых лет. Данный каталог был создан и опубликован немецким астрономом Вильгельмом Gliese. Тогда звезду обозначили как GL 367 или же просто Gliese 367. В 1979 году все каталоги Вильгельма Gliese были обобщены и дополнены в соавторстве с еще одним немецким астрономом Хармутом Ехрайзом, в котором звезда сохранила свой номер по порядку восхождения, но только с новым идексом GJ 367. Все приведенные выше каталогизационные обозначения этого светила являются практически равноупотребляемыми в современных научных источниках. С другими обозначениями мы как всегда предлагаем наиболее интересующиеся категории наших пользователей ознакомиться на экране плеера. Звезда Gliese 367 представляет собой тусклый красный карлик спектрального класса M1. Его масса и радиус составляют всего лишь по чуть более нежели 45 процентов от аналогичных параметров солнца. Температура на ее поверхности оценена примерно 3500 кельвинов. Что же касается балометрической светимости звезды, то тут в различных источниках встречается очень много противоречий, поэтому публикуем предел имеющихся значений, а это от восемнадцати тысячных до двух десятых от солнечной светимости. Как по нам, то наиболее вероятное значение лежит приблизительно посередине приведенного предела. Звезда Gliese 367 расположена в направлении созвездия парусов на прямом восхождении в 9 часов 42 минуты между 36 и 37 секундами, при южном склонении в 45 градусов 32 минуты между 16 и 17 секундами. Яркость на уровне десятой звездной величины не позволяет увидеть эту звезду невооруженным глазом, поэтому вопросы ее детектирования находятся в компетенции относительно мощных телескопов. Удаление Gliese 367 от Земли не слишком значительное. Оно составляет около 31 светового года или же 9,5 парсек. До недавнего времени звезда Gliese 367 была самой обычной звездой пока в середине 2021 года в рамках программы поиска так называемой Второй Земли, по данным космического телескопа ТЭС, в ее окрестностях не была обнаружена экзопланета. Ее существование достаточно быстро подтвердили, о чем было сообщено в журналах Science и Nature 2 декабря. Руководителями исследований, которые получили лавры первооткрывателей этой экзопланеты, выступили астрономы Кристиан Вайфам Лам и Силар Чизмедиа из Института планетарных исследований Немецкого аэрокосмического центра. Как всегда вводится в таких случаях, открытая экзопланета получила обозначение GJ 367b или же просто Глизы 367b. Когда к исследованиям были приобщены мощные инструменты 360-сантиметрового телескопа Европейской Южной обсерватории, то уточненные характеристики открытой экзопланеты мало напоминали Вторую Землю. Однако по некоторым из них она автоматически становилась выдающейся среди уже открытых и известных экзопланет. Во-первых, совершая полный оборот вокруг своего центрального светила за 7,7 часа, она переходила в разряд экзопланет с ультракоротким периодом обращения. А во-вторых, ее масса всего лишь 55% от массы Земли делала Глизы 367b, самой маломассивной, или же, проще сказать, самой легкой среди уже известных на данный момент. Конечно же, вы все скажете, а как же самая маленькая экзопланета Кеплер 37b размерами с нашу Луну? Неужели она не самая легкая, ведь Глизы 367b имеет радиус 72% от земельного радиуса, что делает ее даже чуть больше, чем Марс? Все дело в том, что точно определить массу Кеплер 37b пока что никак не получается, а поэтому в большинстве источников ее дипломатично приводят как большую, чем 1 сотая масса Юпитера. Ввиду такой неопределенности, статус самой легкой и известной ныне экзопланеты автоматически присваивается Глизы 367b. В то же время условия, в которых существует эта экзопланета, поистине экстремальные. Вращаясь практически по круговой орбите вокруг своей центральной звезды на удалении в среднем в 7 тысячных астрономической единицы, она получает излучение в 500 раз больше, чем земля получает от солнца. Это очень горячий и даже адский мир, температура на поверхности которого достигает 1500 градусов по Цельсию. При таких температурных значениях легко плавятся металлы и даже горные породы. Даже если предположить, что Глизы 367b блокирована своим светилом приливно и обращена к нему всегда одной и той же стороной, то на так сказать ночной ее стороне температурные показатели будут ненамного мягче. По всей видимости, это скалистая планета плотнее нашей Земли. А это 8 грамм на кубический сантиметр против земных 5 с половиной грамма на кубический сантиметр. Такая плотность дает основание предположить, что значительное по размерам ядро Глизы 367b должно состоять из железа и никеля. Скорее всего в прошлом это был газовый гигант, который вследствие звездного ветра потерял свою атмосферу, стал самой обыкновенной хтонической планетой, немного напоминая наш Меркурий. Вот только учитывая температурные моменты, Меркурий находится в более щадящих условиях, в отличие от Глизы 367b. На которой бурлят даже не реки из расплавленного железа и никеля, а возможно целые моря или океаны. Ну по крайней мере на ее солнечной стороне. Вот таким абсолютно безжизненным и даже напротив адским представляется перед нами не такой уж и далекий мир GJ 367b или же Глизы 367b, относительная близость которого к Земле, делает его отличным стендом для изучения. А также учитывая то, что подобные системы, как правило, многопланетные, открывает прекрасные перспективы для обнаружения в его окрестностях других экзопланет, которые, возможно, и станут вторыми Землями. На этой слегка оптимистической ноте канал Видеоньюз благодарит всех вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, высказывайте свое мнение по поводу увиденного и услышанного в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok